В связи с пятнадцатой главой, мы должны поговорить еще и о шестом стихе. Чтобы сделать это, нужно обратиться к Новому Завету. Так что сделайте, пожалуйста, закладку. Бытие пятнадцатая глава, шестой стих. И обратитесь к посланию к римлянам, третья глава. Конец третьей и начало четвертой главы, послание к римлянам. В послании к римлянам Павел предлагает нам некое построение. Он показывает нам смысл Божьей праведности. Он объясняет, как праведный Бог способен простить нас, при том, что Он праведен, а мы грешны. И как мы можем стать сопричастными Божьей праведности. Но и это еще не все. Он пытается также доказать, что Божья праведность открыта и язычникам. Божье прощение, Божья милость, Божье спасение, Божья праведность не только для евреев. Они принадлежат также и язычникам. И для того, чтобы сделать это, Павел доказывает еще одну вещь. Павел доказывает, что мысль о Божьей праведности, вменяемой людям, это не новая мысль. Не он это придумал. Так оно было с самого начала. Так оно записано в Божьем Слове. Это часть Божьего замысла с самого начала. Вот об этом мы сейчас будем рассуждать, и я сделаю несколько добавлений. Скажу о том, о чем мне сказал апостол Павел, расширив его рассуждение. Величайший основоположник иудейского народа. Патриарх Авраам. Человек, которого евреи воспринимают как отца нации. Отца народа. Верного предвестника всей семьи. Как же стать иудеем? Как же стать евреем? Ну, во-первых, нужно принять обрезание, пройти обрезание. Если не обрезан, то и не участвуешь в завете. Бытие 17 глава, где впервые говорится о обрезании. Сказано также, что человека не обрезанного нужно будет изгонять. И вот Павел размышляет о праведности, о вере, об оправдании перед Богом. И в послании к римлянам 3.23 Павел говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией. В 24 стихе он продолжает, говоря о оправдании. Оправдание — это практически синоним слова «спасение». Оправдание — это процесс, или это Божие заявление. Оправдание — это Божие заявление, которым Бог провозглашает нас оправданными по Своему решению. «Оправдание дается даром, — говорит апостол Павел, — по Божьей благодати. Оправдание не заработаешь. Оправдание — даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Христос берет на Себя на кресте наказание за нашу неправедность. Мы же, получая в небесах награду за Божью праведность. Иисус провел страшные часы на кресте, ради того, чтобы мы могли провести вечность в небесах. В 25 стихе апостол Павел говорит, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в жертву умилостивления, которую был принесен Христос, в крови Его через веру для показания правды Его или праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». То есть Бог прощает праведностью Иисуса Христа и жертву Иисуса Христа грехи, соделанные прежде. Вот учение, которое содержится в конце третьей главы посланий к римлянам. А дальше, в четвертой главе, он говорит о том, что путь спасения Ветхого Завета был точно таким же. Нельзя думать, будто в Ветхом Завете иудеи спасались собственной праведностью по собственным делам. А в Новом Завете иудеи и язычники спасаются по-другому по благодати через веру, доверие праведности Иисуса Христа. Нет. Даже ветхозаветные святые получали оправдание и спасение по благодати через веру. И вот как он это доказывает. В первом стихе четвертой главы он говорит, «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Как же он получил оправдание? Как же он получил спасение? Мы его дети, мы его физические потомки. Что же узнал он о Божьем спасении? Что он узнал о Божьей праведности?» В втором стихе Павел отвечает на этот вопрос. «Если Авраам оправдался делами по собственной праведности, он имеет похвалу, но не пред Богом». То есть у Бога все иначе. Ибо что говорит Писание? В послании к римлянам, 4 глава, 3 стих, апостол Павел цитирует Бытие 15, 6. Что говорит Писание? Что же говорит Писание в Бытии 15 глава? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему, зачлось ему в праведность». С того момента, как он поверил Богу, он был спасен. Произошло это, уж по крайней мере, в Бытии 15, 6, а может быть и раньше. Теперь смотрите. Павел задает вопрос в 9 стихе. «Благословение сие относится к обрезанию или к необрезанию?» То есть благословение тех, кто... Благословение спасения, к обрезанным или не к обрезанным. Это благословение тем, кто придерживается иудейского закона, тем, кто прошел обрезание. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Опять цитирует он в Бытии 15, 6. Когда вменилась, по обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, позже. Павел говорит следующее. Авраам получил спасение уже к 15 главе книги Бытие, а обрезание только в 17 главе. Значит, как говорит Павел, обрезание не является необходимым условием спасения. У спасения одно необходимое условие — это вера. О Давиде Павел говорит примерно так же. Он цитирует 31-й Псалом. Он говорит, напоминает нам о том, что и Давид вызывал к спасению, вызывал к прощению, вызывал к Богу о прощении, поскольку понимал свою собственную неправедность. На праведность ему уповать не приходилось. Теперь смотрите. Павел говорит. Величайшие герои нашей веры — первый отец и величайший царь. Если уж эти люди не могли полагаться ради спасения на собственную праведность, то, о чем тогда нам говорить, если Авраам мог получить спасение лишь по вере, а Давид получить спасение лишь взывая к Богу о милости, то что же нам остается? Значит, и мы получаем спасение точно так же. Но есть тут еще некий подтекст. Павел о нем не говорит. Но иудеи этот подтекст заметили бы сразу. Помните, что Павел делает три вещи. Он показывает, что спасение по вере, а не по делам. Он показывает, что это не его мысль, а это всегда было так, еще в Ветхом Завете. Он показывает, что спасение открыто и язычникам, не только иудеям. Он доказывает, что это Ветхозаветное учение. И для этого приводят примеры. Пример Авраама, Бытие 15, и пример Давида, Псалом 31. Авраам – праотец, прародитель. Он лучший в семье. Давид – лучший как царь, лучший как военачальник. Величайший царь – величайший военачальник. Еще раз, отец – величайший отец. А Авраам – величайший отец. Давид – величайший военачальник. Но что же происходило в их жизни? Чем они еще знамениты? Величайший отец отдал свою жену языческому фараону. Величайший военачальник взял жену одного из своих воинов и относился к ней как к собственной жене. А потом убил ее законного мужа. Теперь посмотрите, какая связь с язычниками. И посмотрите общность этих двух грехов. Адам взял свою жену и отдал ее в гарем в шатер языческого фараона. Но фараон оказался столь праведным, что не прикоснулся к ней и вернул ее Аврааму. Язычник оказывается праведнее праотца патриарха еврейского народа. С другой стороны, Давид взял жену язычника Урии и взял ее к себе в постель. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtvseminari.com Еврейский царь к ней еще как прикоснулся. А потом сделал с Урией то, чего так опасался Авраам. Но фараон не убил Авраама. А еврейский царь Давид убил Урию. Видите связь параллели между этими грехами. Видите, как в обоих случаях язычник оказывается праведнее, чем два величайших еврея в тех времен. И смотрите, что доказывает таким образом Павел. Павел доказывает, что даже если полагаться лишь на праведность, язычникам было на что положиться. Если говорить о вере, то язычникам тем более было на что положиться. Если полагаться на собственную праведность, то как мог Бог благословить Авраама после того, что он сделал с Сарой? Как мог Бог благословить Давида после того, что он сделал с Урией, его женой? Единственный способ угодить Богу, единственный способ, чтобы Бог принял нас, это вера и упование на праведность другого. Не на собственную праведность, а на праведность Иисуса Христа. Еще раз обращаемся к этим фрагментам Ветхого Завета. Ботие 14. Мы видим параллели между служением Мелхиседека и священническим служением Иисуса Христа. Мы обращаемся к 15-й главе, и мы видим наше спасение в Новом Завете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok